Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать юбку со складками. Во-первых, покажу, как рисовать складочки, чтобы они смотрелись как действительно складки. Во-вторых, покажу, как рисовать заливку клеткой. Будем все это отрисовывать. Открываем шаблон. Данный шаблон можно скачать по ссылочке под данным видео. Есть еще и другие шаблоны. Посмотрите, какие вам будут удобнее для использования. Я этот шаблон использую как универсальный и за счет этого я могу делать комплекты из моих отрисованных эскизов. Они у меня все одного размера, что крайне удобно. Сейчас я уберу руки. Они мне не нужны, потому что рисовать я буду только юбочку. И вот эту всю часть сдвину налево. Так, цвет задам черный, без пунктирной линии. А, так, нет. Это я с шаблоном сейчас убрали. Итак, берем перышко, задаем цвет черный. Толщина один пункт, без пунктирной линии. Ну, если вдруг она у вас включилась. Приближаем. И здесь я буду рисовать короткую юбочку, такую студенческую со складочками. Такой редкий случай, когда я буду ее рисовать не симметрично. А вот сейчас пояс я сотворю. И мы с вами ее сделаем. Смотрите. Нам нужна линия. Давайте для симметрии я сейчас сделаю половинку. Вот такая. Здесь она у нас будет облегать. По бедрышкам. А здесь она у нас будет расширяться. Эту линию сейчас мы поправим. То есть она немножечко за счет складок. Как складки вот эти изобразить, мы будем с вами сейчас разбирать. Я придумала схемку, которая работает у меня. Если у вас есть схемка, которая работает лучше, я буду рада услышать от вас. Раззеркалили. Очень подробно есть вот это описание раззеркаливания в других видео. Можете посмотреть. Как это я делаю. Окно. Обработка контуров. Слить. Так. И вот теперь смотрите. Тут у меня все получилось. Чуть-чуть сейчас мы ее подвинем. Вот она моя юбочка. Коротенькая. Такая замечательная. Но складочек у нее не прослеживается. Соответственно, складки будут застрочены вот до этой линии. И здесь нам нужно распределить правильное количество складок. Что мы будем делать? Мы будем с вами инструмент перышка раскроем. И здесь есть такая функция. Называется инструмент перо плюс. Сейчас нам нужно с вами ее поделить. Приблизительно на 8 складочек. Так. И так. Сколько у нас получилось? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Да. Добавляем еще по соседской точке. Здесь уже есть. Еще соседскую. Еще соседскую. И еще соседскую. И теперь инструментом Direct Selection. Или как ее многие называют. Белая стрелочка. Выбираем точку. И я люблю клавишами на клавиатуре. Немножечко вниз. И вправо. Опять же. Вниз. И вправо. Если расстояние слишком большое. Чуть-чуть наверх. Глазометрически здесь измеряете все. Вниз. И вправо. Стрелочками. Да. Я выбираю точку. Потом ее стрелочками. Можно в принципе выбрать. Да. И мышкой тащить. Просто при такой тонкой работе. Лучше все-таки, когда вы делаете здесь буквально щелчок вниз. Щелчок вниз. Щелчок направо. Щелчок вниз. Щелчок вниз. Щелчок направо. Направо. Еще. Вниз. 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 Направо. 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 Вниз. 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 Направо. 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 Смотрим, насколько у нас это все стало правильно. Поправляем точки, если вам что-то не нравится. Низ должен быть такой вот зубчиками. Тогда будет полное ощущение складочек. Смотрите, чуть-чуть удалю. Вот они у нас с вами зубчики. Соответственно, здесь у нас тоже с вами должно поделиться на 8 точек, где мы будем с вами вести складочки. Соответственно, смотрите, раз, два. Можно пока провести просто линии, а потом мы их немножечко добавим, точку округлим. У нас же складка, правильно, частично она застроченная. Сейчас сделаю, потом поправлю, если нужна будет там выгиба и так далее. Так. И сюда. Теперь смотрим, если нужно что-то поправить. Для красоты и изгибистости можно вот здесь немножечко, чуть-чуть прям буквально, не надо сильно гнуть, чуть-чуть ее подогнуть. Буквально вот чуть-чуть-чуть для визуального эффекта. Понятное дело, что сами складочки у вас будут прямые. Но дело в том, что когда они ложатся на фигуру, они вот по бедрам чуть-чуть изгибаются. И теперь смотрите, вот эта часть, она как бы внутренняя. Там у нас должна быть тенюшка, правильно? Соответственно, я сейчас новый слой создам, чтобы у меня ничего никуда не переезжало. Выберу покрупнее. Помним, что складка у нас вот до сих пор будет раскрываться, а остальное у нас застрочно. Соответственно, вот здесь, вот такой формой у нас будут складочки. Видите? Вот она вот так будет, складка, идти. Соответственно, сейчас на каждую эту штучку мы с вами нарисуем складочку. Складка начинается, ну вот вся тень вот этих складочек начинается от одного уровня. Вот он у меня задан. Уже по эскизу, пунктирный, его хорошо видно. От него начинаем рисовать. Так. Еще. Еще. Вот. Теперь мы все это вместе можем выбрать и задать ему уровень непрозрачности. Скажем, вот так. Ctrl-C. Delete. И на слой, на котором у нас все нарисовано. Ctrl-C. И вот у нас с вами получилось. Теперь смотрите, сделаю здесь заливку. Ой. Основную заливку белым цветом. Такая юбочка Плесе. Не Плесе, а со складочками. Плесе, в принципе, будет рисоваться аналогично, только много-много-много-много маленьких складочек. Теперь, как я и обещала, покажу вам заливку. Наподобие шотландской клетки, ну, вдохновленная, давайте скажем так, шотландской клеточкой, но не полностью шотландка. Беру, делаю прямоугольничек. Оно у меня будет такого голубого оттенка. Я уже заранее подумала, как я буду рисовать, да, если у вас это не нарисовано, надо посмотреть какие-то аналоги, что бы вы хотели. Вот у меня прямоугольник. Теперь я буду рисовать на нем, соответственно, мою клеточку. Видите, я скопировала, чтобы он был у меня абсолютно идентичный по высоте. Так. Двигаю в сторону с зажатым шифтом. Зажатая кнопочка Alt у меня. Теперь отпускаю кнопки мыши, отпускаю здесь. Так. Еще раз копирую. Шифтом вращаю. Так. Так. Ну, это примеры. Это я сейчас не буду там суперсложную создавать, но, по крайней мере, у вас возникнет понимание, как такого рода вещи делаются, вы будете понимать. Так. Клеточка. Клеточка. Теперь положим туда. Вот она у меня все перекрыла. Нажимаю Ctrl и нажимаю квадратную скобочку или буковку Х по-другому. Вот она у меня ушла назад. Мы сейчас ей дадим уровень непрозрачности. Скажем, где-то 47. Вот так вот. То есть она белая сама по себе, на голубом. Вот она, смотрите. Так. Теперь можно даже вот так скопировать. Расширить. Так. Здесь можно регулировать, то есть убрать все вот это, например, на самый задний план. На задний план. Там вылезла еще какая-то красота. Вот она. Так. Сейчас мы ее тоже светленькой сделаем. Вот так. Хорошо. Сюда ее сдублируем. Добавим еще сейчас тоненьких полосочек беленьких. Например, вот так. И дадим им большую яркость, чтобы они не были такими непрозрачными. То есть всего три цвета, но за счет еще игры непрозрачности мы можем добавлять еще всякой интересности. Так. Ну и скажем, вот сюда еще полосочку вот так поставим. Только она у нас будет белая. Здесь тоже важно понимать, что у нас сверху, что снизу, как они перекликаются, как они перекрещиваются. Там много нюансов. Это надо отдельно прям разбираться. Ну, в общем-то, принцип вот такой. Вы это все собираете красиво, как вам нравится. Или как у вас там по задачам, какое там производство будет это делать. Обещала пример показать. Вот, показываю пример. Теперь я это все делаю поменьше. Почему я рисовала объектами, а не линиями? Вот она уменьшилась пропорционально. Закидываю всю эту красоту в заливке. В принципе, она мне не нужна. Ее можно удалить. Она у меня сохранилась. И теперь мою юбочку. Можно ее сгруппировать. Так, она у меня улетела на зеленый слой, значит, вот эта не нужна. И смотрите. Моя юбка. Выбираю у нее только два объекта. Соответственно, основа и пояс. И заливаю его клеточкой. А теперь гений иллюстратор, за что я его обожаю. Поближе сделаю вам, чтобы было лучше видно. Вот так. Перекрасить графический объект. И мы можем перекрасить. Можем перекрасить с теми же тональностями, как задано сейчас. Можем что-то поменять. В ту тональность, которая вам была бы актуальна и интересна. Давайте что-нибудь более противоположное тому, что сделано. Например, зеленую какую-нибудь. Нет, зеленая некрасиво. Ну вот, розовую. Ну, к примеру. Да? Смотрите. Я нарисовала юбку Плюсе с авторской клеткой. Юбку со складками. Я оговариваюсь. У меня, видимо, какой-то есть страсть к Плюсе. Надо нарисовать. Напишите в комментариях, показать вам рисунок юбки Плюсе. И готовы ли вы ее отрисовать. Потому что это очень трудоемкий процесс. Там очень много линий. Его, конечно, можно кое-как упростить. Но могу показать. И что я еще хотела показать. Поскольку мы с вами используем постоянно шамлон, это нам упрощает жизнь. И, соответственно, мы можем взять какой-то уже отрисованный джемперочек. Джемпера мы рисовали в видео номер 23. Можете посмотреть. Здесь никакой секретной информации нет. Сейчас я проверю, сгруппированный у меня он или нет. Теперь я делаю Ctrl-C. И смотрите, какая красота у меня сейчас получится. Беру манекен. Сейчас я логотипчик даже могу убрать. У меня здесь не принципиальный. Делаю на слой Ctrl-V. У меня появился свитерочек. И под него я могу мою юбочку, соответственно, сочетать. Скоро студенческая пора. Why not? Вот здесь посмотреть, чтобы у нас все сочеталось. И чтобы все точечки... Как поправить? Двойной клик. Входим в режим изоляции. Выбираем. И чуть-чуть растягиваем, чтобы оно хорошо компоновалось. Двойной клик. Из режима изоляции вышли. Если я понимаю, что не комплект, я могу тогда начать менять цвет. Например, юбки. У джемпера особо менять ничего не получится. Почему? Потому что он сделан фотозаливкой. Более яркие, более тусклые, более серые, голубые. Вот, пожалуйста. Можно вообще в монохром увести. По мне очень красиво смотрится. Можно войти, смотрите, в дополнительные параметры. Ну, к примеру. И менять цвета. То есть надо сказать, что да, это цвет. Да, это цвет. И тогда я, например, смогу их менять по отдельности цвета. И как-то вот так ее, например, вывести. Отдельно, например, белый цвет каким-то другим сделать. Темным, светлым, красным, черным. Видите? То есть можно менять уже там внутри. Показываю. В зависимости от того, что вам больше импонирует. Когда говорите окей, оно вам сохраняет. И вот у вас получается оттенок. Можно туда еще рубашку подпихнуть. Ну, это вот пример сочетания. Давайте попробуем рубашечку. Белая рубашка. Кстати, вот пример, как заправить белую рубашку. Рисовали в эскизе номер 9. Так, смотрите. Берем. Я сейчас все это вместе скопирую. Кстати, вот я сделала ошибку. Я рисовала на сером фоне. Нужно рисовать на белом фоне. Тогда будет по-другому цвета смотреться. Это вот тоже некоторая ошибка. Рисуйте либо на... Ну, серый он, хотя и нейтральный. Лучше рисовать либо на черном, либо на белом. Тогда будет лучше понимание. Так, убираем с вами джемперочек. И копируем рубашечку. Так, убираем ее. Можем оставить так. Да, ведь может же быть она так. Только у нас здесь что? Задняя часть видна. Она не должна быть видна. Соответственно, мы можем ее удалить с эскиза. Вот у нас как будто бы сверху одета блузка. Носит так, носит. Может быть. Опять же, вы можете посмотреть сочетаемость капсулы и понять, сочетается она у вас или не сочетается. Так. Еще раз. И теперь покажу, как блузочку нам с вами заправить внутрь. Откидываем на задний план. И получаем вот здесь. Смотрите, видите, она у нас там шире. Приближаем. Выбираем талевую точку. Перекидываем. Но, естественно, так она будет смотреться не очень здорово. Нам нужно сделать напуск. Здесь напуск и здесь напуск. Можно потом еще добавить тенюшек. Ну, сейчас я просто показываю такой базовый пример. Естественно, она у вас вот сзади ушла. Немножечко вы изделия, ну, как бы потрогали. И желательно тогда показать отдельно. Вот они вот так комплектом, а вот отдельно цельное изделие. Вы же не видите, что там внизу у рубашки. Поэтому вот такая штука. Можно там посильнее сделать вот эти напуски. Сейчас выбираете точку, усик. Вот напуск посильнее. Как будто бы у вас рубашка заправлена. И вот у нее идет напуск. Немножко юбка сдвинута. Торчит рубашка. Если торчит рубашка, значит, надо вот эти точки сделать двойной клик. Выйти в режим изоляции. И вот эти вот точки убрать внутрь. Ну, для того, чтобы мы собрали эскиз. Понятное дело, что... А так, смотрите, у нас получился прекрасный вариант. Юбка со складками. Нарисовали к ней заливку в виде клетки. И я вам показала, как создать из нее комплекты. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А если есть вопросы, пишите мне в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Шаблоны тоже найдете под этим видео. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставить уведомление на колокольчик. Потому что каждый вторник мы рисуем эскизы, чтобы ничего нового не пропустить. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok